Первый год первого тысячелетия. Первый год от Рождества Христова. 33-й, 895-й, 1912-й, расстрел на Ленских приисках, полет Божайского. 1914 год. Майдан началась. Смерть бессмертного создателя Широка Холмса и доктора Ватсона Каллендуэля уносит в могилу тайны происхождения великого сыщика и доктора Сбейкистры, что порождает междоусобные воины, Первую и Вторую мировые, Четвертую и Пятую, Локали, а также ино-пакистанские и арабо-израильские инциденты. 1995-й, 1912-й, 1996-й, первый выход. Программа «Осторожно, Модерн» следопытает искусство. Витрия Дагиев, Сергей Рост, находят неопровержимые доказательства собирательства, образы Холмса, что подбегает их на создание этого фильма. Корпорация «Осторожно, Модерн» киностудия «Ростфильм» совместно с Грузией кино представляет. при поддержке «Осторожно, Модерн» на базе «Файфа Пикчерс» представляет. Дмитрий Дагиев и Сергей Ростов в беспрецедентном национальном сериале «Осторожно, Модерн» «Осторожно, Модерн» «Избедить нельзя». «Осторожно, Модерн» «Сейчас бы супчику да с попрошками». «А я вам самостоятельно щец навернул». «Дай, Ватсон, что нам известно?» «Так ничего». «Это уже кое-что». «Только вот ты...» «Продолжай, Ватсон». «Все нигде-то мне из головы этот гвардейец, который мы от Генецкого дворца упустили». «Уж бы именно по приметам и Майярд смахивает». «Лицо, главное, такое...» «В общем, бабам нравится». «И главное, что меня смутило, орден его!» «То ли за Трафаргавскую битву, то ли за...» «Веснедийскую кампанию». «Ничего, Ватсон! «Сейчас переловим всех этих гадов!» «Учиться пойдем!» «Будем стоять в почетном карауле Букингемского дворца, а овсянку ложками лопать». «Ты ел когда-нибудь овсянку ложками?» «И я нет». «А Мариарти возьмем, ведь вор должен сидеть в тюрьме». «Но Шарлок будет сидеть!» «Я сказал!» «Шарлок Холмс!» «М-м-м-м!» «М-м-м!» «М-м-м!» «Но Шарлок Холмс!» «М-м-м!» «М-м!» «М-м-м!» «Воспомж!» «М-м-м!» «Вы не видели, тут у меня на столе печенье лежало!» Нет, вы его либо сразу съедаете, либо прячете куда-то Правильно, а ты плакатик вот этот Внимательно читал, товарищ, береги печи от печенья-то Повкуснее любого нагана будет, да любой преступник За одну печененку с моего или вот с твоего стола полжизни отдаст Ну, Шелок, что же делать? Не знаю! Ладно, разберемся Давай, давай Да дай меня Стой, всех не признавались Каток не к саду? Каток не к саду 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 Максим, ты к девочке приглядись, девочек правильно Ну что, Константин, рассказывай, как у гражданочки кошелек умыкнул Эй, козлёк, козлёк, какой козлёк? Я-то тебе спокойно грелал в небесы и кого не трогаю В руки крутят в стариков Не думаю сфактом пути Костя сел домой Давай-ка, Кость, проверим, что у тебя в смокинге в нижнем кармане О, кошелек Что ты дай, я сначала Костя Костя Вот, Кость, выбирай Либо я сейчас звоню Лестровичу Костя Не надо Ты поедешь в Индию убирать порты, там нынче урожай, либо остаешься в Лондоне, смог разгонять, если, конечно, скажешь, где браслетик взял. Значит так, браслетик этот чистый, я его картой на приеме королевы в Кенга взял, Мариарти его на ком поставил, вот и взял. Слушай, что-то я вот не пойму, Мариарти, он норд или не норд? Что я, честно говоря, не отберусь, то ли по маскам вроде норд, но не норд, но на него вилку что в правой руке держишь, то в левой, все равно. А кто выглядит он странно? А в внешности у него неприметная совсем, у него были такие бакенбарды с длинные волосы, шлюпы такой с трустинными перьями, и шатанская юпочка. А главное, у него здесь ордер, не в первой степени, то ли за Топогатскую битву, то ли за мыслой были. Значит, Кость, сейчас ты с нами подъедешь. Куда ты стал, я только куся, чтобы я пришел и там с ним? Ну ладно, ладно. Ту, давай хоть адресок сверим. У тебя какой? Какой? Вот такой. Верно. Слушай, ты будешь расследовать дело, или нет, что ты все молчишь? А, Биджо, дорогой, ты такой умный, возьми мою кетку и расследуй сам тогда. Ладно, извини, я покричил. Друзья, граждане уголовнички, может быть, меня на скрипке Господь и не уподобил играть. Но некоторые моменты вашей интимной биографии я попробую сейчас угадать. На летнем земле как-то раз нашли джигит Петр Степлдон прогуливался возле турмота, увидел на залитом том самом поле одинокую фиалку и предложил вступить с ним в преступная группировка. Она, конечно, поначалу отказывалась, сопротивлялась, говорила, что будет жаловаться прокурор, дорогой. Королева дорогой Палаплордов и даже Абиджо плакала, да-да, не? Да, плакала, дорогой. А он, Степлдон, говорил, что по английскому законодательству им грозит при его уме и ее красоте от силы лет семь в восемь, но не двенадцать. Ты однажды уговаривал. И начальник тебе не только рассказывать, а книжки писать, да? Это верно, дорогой. Но сейчас не об этом. Таким образом появилось преступное формирование в народе, именуемое Шака Лейка. Молодец, Бинджо Батсон, Шака Лейка, Батсон молодец, честное слово, понимаешь? Которое стало громить лордов ушастых, эсквайров мордастых и прочих, смотри, как партия сложились, эксплуатанеров, молодежи, да, понимаешь? Сегодня, граждане уголовнички, у вас, понимаешь, накладка вышла. Эй, а сегодня что, День королевы, да? Не, дорогой, сегодня день обычный, санды, манды, тюзды и сатэрдэй. Сатэрдэй, молодец, честное слово, сатэрдэй. Сегодня вы бурка улили, дорогие мои. Русский посол, да? Да, я, слушай, я сбитил какой там русский, белорусский, я взял красивую бурку, не знаю, будет носить, нет? У-у-у, как три-четыре сьешь, а, зачем? Эй, дорогой, да, ты чего говоришь, что ты сказал? Ты меня когда-нибудь с иголкой ниткой видел, да, нет, да, нет? А указ 987, который ты называешь три-четыре, ты даже не видишь, дорогой. У тебя накапка вышит. Эй, откуда ты знаешь, а? Поэтому я думаю, что самое лучшее, тебя бить без Степлтона, отпустить. Ватсон, проводите Степлтона до кеба. А как же я? А вот, гражданочка. Это же я? Мы будем судить по суровым законам шотландских кур. Оп-пликация или оп-пликация? Их-пликация. Шутка. Пиши. Мы не рабы, рабы, не мы. Как этот национальный вопрос? В чернофеке все должно быть прекрасно. И душа, и одежка, и национальность. Чехов АП. Хочешь пить ченюшку? Ты же знаешь, я люблю пить ченюшки. Прикорбиться. Угасите даму спичкой, гражданин начальник. О, ха-ха. Ватсон, теперь удалось поручкаться с самой мэрией аппликацией. Там и приятный во всех отношениях. Только, к сожалению, любит работать. А ты меня видел в работе с собакой Баскервиллой? Ха-ха. Тебя в работе я, конечно, не видел. А вот папу твоего я даже очень хорошо видел тоже. А вот этот браслетик был снят третьего дня с собаки Баскервилл. Я не знаю, с кем там эта собака бешеная без меня гулял. Попиши дальше. Шлю теперь, Анюта, с ним свой пламенный привет. Привет. Та добрые слова. Та добрые слова. Написала, что ли? Не торопись, горячий парень. Та добрые слова. А покрей его. А покрей его. Дальше. А покрей его. Дальше. Да. А что это за полковник Морта такой? Русский писатель? Это русский писатель и русский читатель. Это очень хороший полковник. Ха-ха-ха. Ты есть обманщик, ты есть захватческий, ты наглотаешься досыта наших ножичков. Нет, мы есть не захватчик, мы есть маленький, покорный народ. Шалу убрал, селенья. А-а-а. Дурилка картонная. Ну, проходи, присаживайся. Я очень извиняюсь. А кто здесь? Городову. Зачем сразу обзеваться? Ну, у меня гордок. Разве это гордок? Вот у моего папы был гордок. Видели? У моего папы много чего было. Две фабрики, два завода и один козодоильный аппарат, да? Я не шучу. Потом пришел гегемон и все пошло прахом. Так и кому это сейчас интересно, я вас спрашиваю. А вы знаете, Исаак Абрамович мне именно так вас и описывает. Такой молодой, красивый, косая самих плечах, глаза хорошие. Абрамович, подождите. Исаак, 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 это с Петровки или с Божидомки? Нет, с Таура. Ба, так вы к нам прямо и с Таура. Ну да. Что же вы молчали? Я же вам и говорю. Взлетел меня в Тауре и мистер Мортон говорит. Лицо, говорит, меня ваше к себе располагает. Да иди так, небезно, повернетесь к нам лицом. Хорошее лицо, хорошее лицо, только сдается нам, мил человек, что ты мускалек. Честное, благородное слово, коренной иерусалимец. Да и семью мою вы должны хорошо знать. Папа мой известный был человек, Черчилль. Нет, я понимаю таки. Да ты сам-то за что сидел? Ни за что. Так и все ни за что все. Ну, за музыку. У меня жуки золотые, музыкальные. С детства занимался, все. Ну, потом, правда, подшел, связался с левой командой Битлз. Может быть, слышали? Жуки. Вот. Не слышал. Ну, издарение Банни Гюнт или Санту и так далее. Стори. На ноги его посмотри. Какой он музыкант. Да, да. Леди не обманешь, она сердце. Чего это такие? Дело в том, что права, ваша леди, действительно, с ногами. На Гюнте раньше, по другой легенде, водителем был. Понимаете? Водитель машины. Бомбей. Кишинев. Туда, брат, туда, обратно. Пунтик там, пунтик здесь. Из-за этого, мочистная музыку забросила. Так ведь я музыкант в душе. Ну, так смузицируй. Так, ну, а что? Мурку. Давай. Ставь просто. Мэри, с тех пор, как я увидел тебя, Покичим свою жизнь погубя. Я начал воровать и нарушать законы, И делал это все для тебя. О, Мэри, Мэри. Мэри. Носила шутки беличьи ты, Твоей губной помады следы. Я находил повсюду и наивно верил, Что лишь со мной целуешься ты. О, Мэри, Мэри. Мэри. Не убегай. Мэри. Мэри. Найду так и знай. Побудь со мной еще совсем немного. Мэри, я расскажу тебе про жизнь в СССР. Мэри. Мэри. И не проси. Мэри. Мэри. Не голоси. Побудь живой еще совсем немного. Мэри. Приговорил тебя я нынче к высшей мере. Мэри. Мэри. Тебе дарил браслеты вчера. Теперь платить за это пора. За то, что ты зашухерила всю малину. Ты не уйдешь теперь от пера. Не уйдешь. Мэри. 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 Не убегай. Мэри. Мэри. Найду так и знай. Побудь со мной еще совсем немного. Мэри. Я расскажу тебе про жизнь в СССР. Мэри. Мэри. И не проси. Не проси. Мэри. Мэри. Не голоси. Побудь живой еще совсем немного. Мэри. 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 Выходим парами за ручки. Наш лист вам выброшать на снег. Таки гадки. С тобой свинья Баскервилли. Не гавкает, а разговаривает капитан Шерлок Холмс. Ну это я понял. А ты Ватсона нам свиньла. Дашь на свидение? Шерлок, не бойся. Я уже давно чуть-чуть спрятался. Ватсон. Ватюнишка. Я ж тебя, гадо, зубами грызть буду. Чуть-чуть ты получишь от пудинга. А не Ватсанишку. Корпорация «Осторожно, Бандер» предупреждает. Все персонажи фильма вымышлены. И возможны единичные совпадения случайных. Многократные случайности совпадения. Постоянные совпадения привычка. Остерегайтесь подделок.